Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok В этом году, в начале осени, начинаем пектиновые линии и проверяем здесь продукты пектина. Здесь мы проводим физико-хлимические анализы и микробиологи. Микробиологи мы сейчас согласны по контактным лабораториям. И каждый год у нас будет проверка по разных организациям. Например, у нас есть сертификат ISO 14001 и экологический, чтобы наше производство чистым и безопасным. Мы каждую партию проверяем тщательно по нашим требованиям. Сейчас мы проверяем, как на ЛЦЗ. Сейчас мы адаптировали все проверки, все анализы, как на ЛЦЗ. Постепенно сейчас мы продеваем и надеемся, что все анализы здесь уже будут дальнейшие. Так, пока сейчас мы с вами пойдем на производственную площадку, в которой идет монтаж пектиновой линии. Какая-то производственная площадка? Да, здесь эта площадка предназначена для производства фиктина. Наш начальник производства объяснил, да? Как получится? Фиктина мы получим из отхода яблочного жжома. Поэтому наше производство яблочные линии без отходов. Да. Сейчас уже идет, вы можете посмотреть, там монтаж идет по установке сушильный тунел. Уже в начале нового сезона мы уже запускаем новую линию фиктина. Так, мы пройдем с вами оттуда. Вот там, наша новая линия. Дорогие гости, вот вы присутствует в нашей новой линии. Так, у нас наша линия спланирована. Так, спланирована как это по точной технологической линии и по движению сырья и персонала. Вот, сначала вот у нас находится склад сырья, склад упаковки, склад сырья. Наш склад уже раздельный. У нас находится там за переделами комнаты растаривание. Растаривание уже грязной тары там, когда будет поступать. Потом сразу мы снимаем это, грязную поверхность, потом чистую сырья мы заносим внутрь. Потом проверяем выходной контроль. Но в данный момент сейчас у нас все сырья и упаковки приходят с ЛЦЗ, которые из новой списка. Потом, после проверки сырья, здесь навесочные, мы здесь отмерываем каждую парту, каждую сырья. И отмаркируем и отвешиваем здесь. И потом передаем по плану на смешивание. Это аппарат. Мы находимся сейчас на СМИ, на отделении приготовления купажа. Здесь мы приготовим купаж, согласно по рецептурам. После приготовления купажа, по плану мы оператор заносим сюда, на капсулирование. Это аппарат, капсулятор, автоматический капсулятор, как на ЛЦЗ. Да, как на ЛЦЗ производство. Наше производство уже адаптировано, как на ЛЦЗ. Мы используем обеспечение качества, технологический процесс таким же образом. А что это сейчас пускают? Сейчас на момент пускают. Наш первый продукт. Легендарный продукт в нашей компании. Ура! Ура! Клопать рук где-то. Занятые. Да. Мы приступили первым. Это первая партия. Вот. Здесь уже написано в первой партии. Ага. 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 Вот. Видите, да, там оператор добавит, значит, загружает кусты капсулы и смеси. Происходится капсулирование. Потом там идет холиок. Да? Ага. И готовые продукты уже туда попадают. Попадает. Потом. После этого мы отправим на автоматическую фасовку. А здесь каждый час мы проверяем граммаж капсулы. Ага. 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 Уже. Ага. 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 Если вы увидите, там на экране более подробно там. И здесь тоже так же. Автоматическая подает вышки, банки и капсулы тоже. Потом отправим через конвейер на упаковку. Да, я могу вам показать. Вот наш новый НВМН, но состав как НЛОМИН. Состав одинаковый. Почему? Потому что в Узбекистане уже НЛОМИН зарегистрирован. Поэтому с подъеменным НЛОМИН уже новый продукт нашим. Легендарный продукт нашего компании. Первый продукт? Да. Кроме этого тоже. Еще раз. Да, да, да. Еще раз. Еще раз. Да, да, да. На нашем производстве уже зарегистрировано в Миндраве. В Узбекистане 10 номинований, 10 продуктов. Это истоки чистоты, набор. Новомин. В Узбекистане. Essentials. Минерали, которые. Витамин Синк. Минерал Синк. Йод. Да, здесь. Которые. Топовых продуктов, да, на Узбекистане. Которые. Спрос очень большой. Которые 10 продуктов мы уже здесь производим. Супер. Да. Вы сами вот видите, там уже первый выпуск наших продуктов. Первая партия, да? Первая партия, да. Первая партия. И мы свидетель первой партии. Да, да. Поздравляем вас. И вас. Спасибо. И вас. Как и вам наш. Можно пошли? Первая партия. Потом обратно, пожалуйста. Это наши продукты. В Узбекистане, в намангане, в чувстве, да? Можно вам видеть? Можно вам видеть? Ну, я говорю, вот... Пожалуйста, обратно, да, потом? Вот. Обеспечение качества. Как на ЛСЗ. Мы уже, ребята, уже прошли проверку, уже прошли практику. Они были на ЛСЗ уже. Они жили, научили там. Полностью практику? Да, да, да. У них опыт есть. Да, да, да. У них опыт есть. Все, мы готовы? Все, пойдемте. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалям. Добро пожаловать. Меня зовут Улкум. Я начальник производства. Я сейчас вам коротко объясню и расскажу, как мы получаем концентрированный сок из ябл. Вау. Интересно. Ой. Ассаламу алейкум. Махмадушу. Добро пожаловать. Так, здесь у нас силосы мы ее называем. Сюда мы выгружаем яблоки, которые привозят на машинах. Они выгружают сюда. Тогда вместимость этих силосов 50 тонн. Да. Когда у нас здесь собирается примерно 30-40 тонн, мы тихоньку начинаем производство. Как мы начинаем? Мы даем на вот эти, так скажем, краны напор воды и с помощью воды яблоки стекают по этим калам. И идут на первую, как бы, очистку. Там она очистляется от веток, от листьев. И с помощью вертикального шнека яблоки подаются вовнутрь цеха. Яблоки поступают через тот вертикальный шнек, который я вам показывал. И они поступают вот сюда, на вентиляторную моечную машину. Здесь яблоки моются. Там у нас дальше душ идет на конвере. И подается на сортировочный стол. Здесь происходит ручная сортировка яблок. От листьев и изнородных частиц. Дальше эти яблоки идут по конвейеру и попадают сюда на дробление. Эта часть оборудования у нас дробилка называется. Здесь идет дробление яблок. И яблоки превращаются в мезгу. И собираются вот у нас здесь тут собирательная емкость. И через насос эту мезгу, мы так называем, измельченную мезгу, мы подаем на ту емкость. Можно вопрос? Какого типа? Молотковой. Далее, вот когда у нас соберется нужное количество мезги в той емкости, автоматически эту емкость, эту мезгу подается на наш гидравлический пресс, где идет прессование. После прессования у нас из этой мезги получается жмых. В составе жмыха у нас семена от этих яблок и кожура. Мы это все собираем и увозим в сад, где вы были. И собираем компосты для удобрения. И используем их как удобрения в нашем саду, где вы были. И поэтому наше производство считается безотходным производством. Сок после пресса подается сюда на вибросит. Здесь у нас что происходит? В тот момент, когда у нас идет прессование под давлением, через фильтровальный материал проходит какая-то часть мезги от яблок и она вместе с соком попадает сюда. И мы здесь как бы фильтруем опять от этих волокон, от яблочных волокон сок. После наш сок подвергается первичной термической обработке здесь на пастеризатор. Мы доводим до 90 градусов температуру сока. Здесь мы как бы убиваем разные микробы из состава сока. После здесь сразу же осуживаем до 50-55 градусов и подаем наш сок на эти танки для энзимации. Поочередно. Здесь поочередно будет наполняться все емкости и время энзимации у нас занимает 2 часа, максимум 3 часа. В этот период здесь мы что делаем? Здесь мы расщепляем пектин и крахмал, которые содержатся в соке. Для чего? Чтобы ее легче было фильтровать через мембранный микробы. Потому что пектин и крахмал они создают как бы вязкость. Вы знаете, да? И чтобы убрать эту вязкость, мы разрушаем пектин и крахмал состава сока. В этот период, когда у нас идет энзимация, проходит почти 3 часа, какая-то часть мезги в составе сока, она наседает. И мы что делаем? Верхнюю часть чистого сока мы подаем на мембрану ультрафильтра. Я сейчас вам покажу. А вот то, что осело, осадок, мы ее фильтруем через вакуумный фильтр. А насчет чего развивается пектин и крахмал? В принципе, действие. Чем развивается пектин и крахмал убирается? Убираются энзимами. Энзимами? Да. Они называются энзимами. Что-то добавляется? Да, да, да. Пермент, пермент. Осадок, то, что осело вот эту гущу, мы фильтруем через вакуумный фильтр. Это как бы грубый фильтр называется. А то, что сверху части уже чистый сок и после вакуумного фильтра сок мы подаем на наш мембрану ультрафильтр. Здесь внутри мембраны находится, да, и под давлением сок фильтруется через мембрану фильтр. Этот фильтр сейчас считается самым последним фильтром, да, но как сказать? Самым современным. Самым современным, да, который сможет фильтровать сок. Как чистить? То есть самый лучший фильтр у нас. А? Время работы на этом фильтре 12 часов. Да. Или там, скажем, можно считать по соку там. Или 60 или 70 тонн профильтровал, его нужно мыть. Ну, то есть интервал либо временной, либо по объему. Да, по объему. Вот так и моется. Время мойки уходит 2 часа. Потом уже следующее, поэтому уже смело мыть. А не разбираем можно мыть, да? Нет, нет, это все автоматически происходит. Вот у нас тут есть... Обратным током, нет? Да, да. У нас тут есть вот эта емкость. Сюда наливают 2 вида химикатов. И поочередно они автоматически забирают сюда систему. Происходит мойки. А мойки? А потом химикаты, чей помылайка? После химикатов просто водой ополаскиваем. Полученный сок после ультрафильтра, да, после ультрафильтра. Содержание сахара в этом нашем натуральном соке 12 процентов. Когда мы отжали сок от яблок, да, у нас 12-13 бликсов. Ну, бликсов или процентов, так скажем. Мы этот сок уже даем на конечный процесс. Здесь у нас вакуум выпадная установка. Здесь мы что делаем? Здесь мы увариваем воду из состава сок. То есть ее концентрируем. С 12 бликсов процентов до 70 процентов. Увидишь, вы видели, да? Видели, да. Ну, этот концентрат, который мы получили здесь. Очень насыщенный, вкусный. И, после уже готовый концентрат, мы собираем здесь. Продолжение следует. У нас считается как бы финальным участком. Здесь собираем уже готовый концентрат. И, после пастелизации до 80 градусов, мы ее упаковываем вот на этой машине. Вот. У нас три двадцати грамм. И храним их, упаковываем по 200 литров. Каждая горочка считается 200 литров. 200 килограммов, то 250-270 килограммов. Это наше сырье считается как бы холлофабрикатом. Мы их храним в холодильнике. И вот производители соков или еще что-то, они у нас закупают этот холлофабрикат. И они сами потом развивают соки из наших продуктов. Супер. Класс. У меня уже нету слов и нету эмоций, поэтому, Татьяна, может что-то у тебя осталось по этому поводу. А у Татьяны есть, да, слова и эмоции? Просто от посещения данного предприятия, блин, я не знаю, у меня столько эмоций. Я не знаю, возможно, это не так будет казаться на картинке, как в живую. Знаешь, что самое главное? Вот просто ко всем надо позадуматься. Когда смотришь на сотрудников Siberian Wellness, а мы видим их уже не первый раз. Я на Манганских, соответственно, первый раз. Не первый завод мы видим, да, это Новосибирск, это управляющая компания. Ребят, это люди, которые обожают свое дело, они готовы говорить про него часами, и они понимают, какую огромную миссию они несут. И мне кажется, вот если человек так любит свою работу, он на своем месте. Если человек ни хрена не любит свою работу, ее надо менять. Ну, Татьяна Павловна, я тебе сразу поясню, тут, понимаешь, на это предприятие не каждого берут. А сюда, да, еще очень сложно попасть. Вот поэтому из-за большого количества отбора, как бы, претендентов, да, выбирают лучших. И поэтому тут текучки нет. Ребят, Дима все уже, да, поставил. Мы пишем в соответственном моменте, все будет в монтаже. Что хочу сказать еще. Когда ты понимаешь, что буквально несколько лет назад здесь было поле, пустыня, а сейчас современнейший завод, который под ключ, безотходный, который производит соки. Производить будет пектины, то есть осенью уже запустится. Будет производить именно для азиатского рынка продукты. То есть их не надо из России везти. Нет, давай проще. Тут продукция и для Сибири, и на местный рынок, и для экспорта. Вот это самое крутое, когда производство обеспечивает много-много сегментов. И не удивляйтесь, когда вы будете пить яблочный сок, вы можете смело думать, что он мог быть сделан тут. Да, потому что концентраты здесь, кстати, производят от 10 тонн в день. 80 тонн яблок дает 10 тонн концентрата. А концентрат водичка разбавляется, поэтому, ребят, сами считайте. Да, друзья, у нас через 10 минут автобус, мы едем обратно на Манган. А у Татьяны планерка. У меня планерка, в мотор-классайте.